Итак, всем доброе время суток. И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakivara.ru В этом видеоподкасте, который я записываю сегодня, я хочу рассказать вот о чем. О том, как техники УЧИ и в основном техники открытой руки лучше и правильнее отрабатывать на макиваре на продвинутом уровне. Если на начальном этапе подготовки нам достаточно двух-трех базовых ударов, важно только, чтобы кулак закалялся со всех сторон, то на продвинутом уровне нужно уже добавлять такие виды техники, которые будут реально применяться в реальном поединке. Не спортивном, а реальном. В реальном поединке, возможно, ситуации такие, когда мы наносим удары и в пах противнику, и по затылку, и как угодно. Поэтому, да, противников может быть даже несколько. И поэтому положения, которые мы используем при набивке, они могут оказаться не идеальными и не стандартными. Дело в том, что когда мы занимаемся идеальной постановкой удара, то есть максимально сильного, как говорится, стренируйте как лучше, как хуже, само получится, то для постановки максимально сильного приема мы используем те положения, при которых можно развить такой прием, максимально сильный. Для прямых это четко фронтальное положение перед макиварой, для боковых под 45 градусов. Вот. И уровни подбираем такие, при которых вся трансмиссия выстраивается таким образом, чтобы сила вашего приема не распылялась, чтобы максимально поступать и движение тела совпадало с вектором удара вашего. Тогда возникает максимальная сила, да, то есть ее можно проявить. Вот. Это нужно делать обязательно, потому что это дает четкое понимание всей биомеханики того, как можно бить максимально сильно и максимально правильно. В бою такие ситуации редко возникают, а если возникают, то их очень трудно реализовать бывает, но тем не менее они могут быть. И даже если они не возникнут, то если ситуация будет от идеальной, чуть-чуть отличаться, то удар все равно получится очень сильный. Если поставлен идеально сильный прием, то даже от этого идеально сильного, там, 10%, это будет гораздо лучше, если у вас идеального удара нет, то 10% от плохого, это вообще ноль, а 10% от идеального, который тонну весит, это уже 100%. В челюсти это достаточно, чтобы вырубить однозначно, ключицу сломать, чтобы руку, даже пробить печень или желудок, это запросто. Поэтому идеальный прием нужен. Но если даже мы на макеваре работаем в тех положениях, которые имитируют ситуацию, при которой удар не может быть максимально сильным, мы отрабатываем совершенно другой навык. Мы учимся ставить на мишень руку, ну прежде всего руку, да, или вообще любую ударную часть самым правильным образом. То есть, если этого не делать, не набивать руку на макеваре, именно на макеваре, не в перчатке, да, вот голой рукой на макеваре, на плоской макеваре, при которой четко чувствуется постановка именно точечная, да, вот, жесткой, чтобы понимать, что именно правильно все встало этим местом, которым надо, то удар будет приходиться, как Бог на душу положит. Да, тело человека, оно, конечно, не кирпич и не дерево. Оно даже на лбу имеет, значит, кожу, а под кожей есть клетчатка подкожная, то есть есть амортизация какая-то, все такое прочее. Но, тем не менее, если попадете по ребрам или по животу, ну, одно дело, попадете по локтям, по колену, в лоб, совсем другое. Вот, поэтому, собственно говоря, вернее, не просто попадете, а попадете не тем местом, которым думать. Конечно, вы и в реальном бою можете попасть, вы думали одним местом попасть, а попали совершенно другим. Поэтому мы и набиваем руку со всех сторон абсолютно. Если даже вы бьете с Эйки на этими двумя костяшками, то мы набиваем Е5-3 на всякий случай. Ими может прийти удар. Вообще, мизинцем зацепить можно одним или одним пальцем указать. И это не должно быть шоком. Вот. Но, тем не менее, мы всегда предполагаем ударить той частью, которой нам как бы хочется. А как получится, это уже дело тактики, личной ловкости и самой ситуации боя. Но речь, прежде всего, идет о том, чем мы рассчитываем, кем мы попадаем. И мы должны попадать из такого положения, из которого мы задумали, или в котором мы вдруг не отказались. Мы должны попадать из этого положения тем местом, в котором мы хотим попасть. И вектор приложения силы, и постановка самого Эйки на мишень. В данной части на мишень должна быть такая, которая нам нужна. А поэтому на макеваре надо работать не только в типичных положениях, а и в тех, которые могут сослучиться. На самом деле, их очень много. И, наверное, проработать все возможности не представится. Или, может быть, даже это делать не нужно. Но типовые варианты нужно знать и понимать. На самом деле, все это не так и трудно. Я хочу показать несколько вариантов, а вернее, абсолютно, наверное, большинство вариантов техник открытой руки. Как эти техники открытой руки работаются на макеваре. Там бэшант, ну, также это можно работать даже не на макеваре, а вот на этом деле. Абсолютно точно так же. Жили на любой другой макеваре. Вот. Для разных, в общем-то, положений. И что это за положения могут быть? И хочу предложить вам делать это так, как это делаю я уже на протяжении, можно сказать, на десятках лет. Это позволяет довольно легко принимать решение о выборе того оружия, которое будет применено в данной конкретной ситуации. Вот оказались вы в таком положении, что кулаком ударить неудобно. Ну, удобно ударить кокен. Все. Если навыков постановки кокен нет, то и вам в голову не придет даже мысль такая, что можно выполнить данный прием. А кокен может оказаться очень выгоден для данной дистанции, для данного положения. Просто руку подняли вверх. Памцы четко в челюсть воткнули. Хотя здесь апперкот уже было неудобно сделать. Правда, он очень близко находится. Так, оппоненту, вот как это делю. Апперкот уже не поднять. А кокен тук вверх. И все. Апперкот уже не поднять. Локоть не поднять. Неудобно. Надо назад поклоняться. А кокен спокойнее. Щелк и все. То есть, не вопрос. То есть, очень-очень много вариантов. Например, вот отсюда боковой. Никак не очень долго дать. Шуто. Раз. И все. Шуто. Элементарный. Или хайд вот так обратно встал. Печек по шее. И все. То есть, очень много положений. В пах. Тейшо. Сидели. Вот рядом со мной сидит человек. Тэцуй. Неудобно этой рукой бить. Этой тоже неудобно бить между. Тейшо. Тэцуй. Элементарный. Кокен. Все вниз можно ударить. В общем, вот, короче говоря, поэтому любые положения, любые ситуации отрабатываются на макеваре. Я не призываю вас работать и сидеть. Я покажу все, как это работает в стояк. То есть, максимальное количество положений, которые могут быть в реальном бою. Давайте посмотрим. Вам придется подключить немножко свое пространственное мышление, воображение, чтобы понять, как я к макеваре нахожусь. На самом деле, это не сложно сделать. Я это буду и комментировать дополнительно. И по самой макеваре вы сможете понять, как я к ней нахожусь. В лицо, или сбоку я встал от нее. Я это еще продублирую. Итак, начнем с тех техник, которые наиболее распространены. Они зря забыты во многих современных контактных боевых искусствах. Но в стритфайте и в карате они сплошь и рядом присутствуют. Это техника шуто, ребро ладони и тетсу. В принципе, техники, применяемые, наносимые этими двумя видами оружия, они, в общем-то, так идентичны. Хотя шуто немножко техника побогаче, она вариабельнее. Она позволяет больше пролезать в разные места, куда тетсуи не пролезет. И выполнять удары позволяет даже на более длинной дистанции. В придачу к этому тетсуи, это удар исключительно перпендикулярный мишени. Шуто позволяет делать секущие техники, рассекающие техники. То есть, бить и проводить фактически правильно названное это рукам меч. То есть, саживающие приемы, которые хорошо принадлежат по сухожилиям, секущие действия, дополнительный травматический фактор по сухожилиям, по сосудам, по нервам, по стволам, по нервам. Очень замечательно. То есть, немножко побогаче. Но сами траектории очень похожи приемы. Итак, в настоящий момент я к макеваре нахожусь абсолютно фронтально. То есть, я стою к ней лицом. Все привыкли, что шуту наносится как-то сбоку встать. Нет, ничего подобного. Шуту можно наносить и сам в любом положении. Хотя фронтально нахожусь. Сейчас у меня спереди левая нога. Надеюсь, это видно. Но я буду комментировать. Спереди у меня левая нога. От себя, снизу. Удар вперед. И, соответственно, гьякуриан. У меня спереди левая нога, а удар гьяки. А удар я буду бить правой. Это удары, как правило, по ребрам. По ребрам удар. Или в солнышко. Очень-очень короткий. Отсюда неудобно нанести переднюю руку. Удар тычок. Очень близкая дистанция. Задний может. Но задний мишка дольше. Здесь только вздрогла рука. И все, техника выполнена. Гьяку вариант нужен для того, когда противник... Вы выполнили технику левой руки. И остается правая, чтобы добавить. Вы добавляете. Добавляйте технику свою. То есть, на самом деле, можно бить и фронтально. По уровню можно бить как вперед, так и снизу, так и сверху. В лицо непосредственно. Сюда по скуловым костям, значит, по клыкам. И даже в нос. По надбровным дугам ближе к переносице. Таким образом, Судар. И Диаку, соответственно, тоже. Таким образом, Судар. И снизу. Это пах. Снизу это пах. Вот. Просто Макевару я двигать не буду. Но суть-то та. Это во фронтальном. То есть, из обеих стоек. Из фронтальной стойки вообще Шизентай, когда две ноги на одном уровне находятся. То есть, ни одна нога не спереди. Точно так же. Так же ТЦУЙ. Такая техника. Такая. И стоит. Такая. 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 ТЦУЙ. Вы себя выбрали. Или закрытую. ТЦУЙ выбрали. Технику для набивки. И устали в одно единственное положение как-то. Вот так вот сбоку. И стали колотить. Нет, ребят. Навивка-то при этом, да. Она возникнет. Но она будет очень крутой. Именно поэтому считают, что те, кто Макевари работают. Что они тупые. Там Макевар сдача не сдаст. Никакой динамик. Ничего. Макевари спокойно. Может, можно ТЦУЙ набивать. Но это на мастерских уровнях. Но это уже продвинутый уровень. Сейчас вам этого делать не надо. Поэтому однообразия в технике набивки у вас не будет. Все будет нормально. Я выбрал одну технику. А если выбрать две-три, можно уже поливать прям сериями. Но, я говорю, это уже с четвертого-пятого годов. Значит, работаем на Макевари, стоит это дело применять. Сначала вы просто расширяете свой круг ударов для набивки и положение. Чтобы никакое положение не вызывало у вас абсолютно никаких проблем. Но я уже практически показал, что характерно для ТЦУЙ. И удары. Все фронтальные я показал. Теперь боковые. Становимся в Макевари под 45 градусов. Это положение для нанесения максимально сильного классического ТЦУЙ и ШУТОО. Максимально сильного, потому что перенос всей массы тела идет. Человек трансформируется в удар туда. То есть, очень хорошо круговой сочетается. И перенос массы тела поступательный. Самый сильный ТЦУЙ. И точно так же совершенно прорабатываем. Значит, у меня стоит передняя нога левая. Сейчас я работаю левой рукой. ТЦУЙ. Также работает ШУТО. Также работает это вниз. Также это работает вверх. То есть, вверх, середина, вниз. И также работает геопауриант. Середина, середина, вверх и вниз. Сюда. Сюда. Понятно, да? Вот. Можно даже комбинировать. Я чаще всего так и делаю. То есть, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ясен вариант, да? Точно так же работает с геопауриант. Я стояла левая нога спереди. Сейчас я стою ногу правой спинки. А сам билю левой рукой. Правой. То есть, поменялся в стойку. В сторону. То есть, остался в этом же самом месте стоять, да? Но поменял стойку. Точно так же ТЦУЙ. Понятно, да, идея? Вот. То же самое. Перешли на другую сторону. Абсолютно та же самая, как бы, кем встали. У меня спереди правая нога отработала. Массив уровень. Поменял стойку на левую сторону. Он отработал так же все технику. Теперь вы становитесь строго сбоку. Вообще строго. Мы стали под 45. А теперь стали строго-строго сбоку. Мотивация. И работайте все то же самое. ШУТО, ШУТО, ТЦУЙ, ТЦУЙ. Поменяли стойку. То же самое. ШУТО, ШУТО, ТЦУЙ, ТЦУЙ. Отработал. Не буду по много раз показывать. Я заостряю больше внимание на сути. Но суть действительно важна. Теперь давайте посмотрим дальше. Посмотрели две техники. Дальше распространенная техника ТЦУ. В принципе, здесь абсолютно все то же самое. Удары могут идти снизу. Я фронтально оставил снизу. Поменял стойку точно так же снизу. Сверху. Сопущенные руки прямо вперед. Немножко в сторону кисть развернута. Это все, что касается прямых положений. Вот. Встали под 45. Вой вариант. Ну, не вой вариант, а Хидари Камая. Хидари Камая. Удар идет. А, до фронтального забора показал. Есть обратный удар. То есть, снизу удары наносили. И отсюда, не вот отсюда удары, а отсюда на борт. Смахать. Так, снизу. Сверху. Сделали блок и отсюда нанесли удар. Здесь то же самое. Удар вниз. Такой рукой на всем протяжении наносит. Здесь вниз. Вниз. Середина. Вверх. И сверху. Это под 45 когда нахожусь. Это все тоже тейшку. Точно так же, когда мы сбоку находимся. Так же все удары снизу. Это проработает. Даже когда мы находимся немножко сзади. Можно вести тейшку. Тоже прорабатываем. То есть, эти все положения. Соответственно, стойку меняем. Точно так же отсюда, и отсюда, и отсюда. Все. То есть, стойку всегда меняем. Надо уметь бить и стой, и... С другой. Мне часто говорят... Ну, ученики спрашивают, Даша, зачем? Я ударю там одного противника. И когда к другому развернусь, я снова приму стойку двостороннюю. Да. Я тоже. Все время так делаю. Но. Есть проходящие, да, моменты. Вы нанесли, предположим, удар правой ногой. И на секунду попали в правостороннюю стойку. А вам атаку нужно продолжить. Исправостороннюю позицию. Либо защититься. Исправостороннюю позицию. Ничего не поделаешь. Защиту применить. Исправостороннюю позицию. Потом вы уже можете снова перейти в ледостороннюю. Но это только потом. В следующую долю секунды. Но что-то вы должны сработать. Пам-пам-пам. Должно сработает исправостороннюю позицию. И здесь все то же самое. Во время поединка, когда у вас спонят так несколько, состоит файл. Только завязка ситуации. Вы можете только показаться противника. Вот у вас один стоит. Вот второй. В такой позиции, когда он надо будет работать. Ну, здесь противник. Значит, я к нему в правостороннюю позицию нахожусь. А вот и влево, и вправо. Я же не буду работать так. Раз. И пошел вот в эту сторону. Поэтому обязательно и в тех, и в тех положениях. Это еще посмотрели. Дальше. Хайта. Хайта техника. Прямо она почти... А, это еще еще. Кобьется назад. То есть абсолютно. У вас стоит. Прямо сзади, вы шаги в сторону и удар наносите. Туда. Назад. Это в пах удар. Пах. С одной и с другой стороны. То есть стойку тоже можно поменять. С одной из... Потом стойку поменяли. Сработали с одной и с другой стороны. Также тейшн. Таким образом. Что только они есть. Есть подобная техника. Афката. Здесь вносите просто назад. Вот. Сзади. То есть противник захватил вас сзади. Немножко подсели. Ударили в пах. Ударили в лесу. Вот он захватил меня. Сели. Раз. Два. Согнули его еще больше сюда. Ударили. Захватили. Брусь. В пример. То есть. Реально. В общем. Ну отработка бунка и ката на макеваре. Элементарным образом. Дальше. Хайто. Хайто наносится. Как правило. Почти никогда не наносится фронтально. Не очень удобно. Фронтально наносится по боковым поверхностям. На. Шеи. Таким таким. Ну если мы на макеваре работаем. То мы становимся просто сбоку. К макеваре сбоку. Под 45. Таким образом. Так же вниз. Здесь. То же самое. Можно это чередовать. Так. 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 Вниз например. Да. То же самое. Стойку поменяли. Опять все те же самые уровни. Ударность. Сверху можно наноситься. Вот. Спереди наносится. По ключицам. Таким образом. Секущим движением. Секущим движением. Отсюда. Выполнили технику. И с секущим движением. Можно подключиться. Нанести удар. Вперед. Вот. Поработать. Таким. Сверху. Раз. И. Хайк. Раз. И. Хайк. Нарабатываются. Такие ситуации. Наносится четко снизу в пах. Удар. Причем как с одной стороны. Правая нога спереди. Правой рукой. Левая. Левая. Так. И наоборот. Наоборот. Опять же говорю. Выполнили блоковую технику. Предположим какую-то. Сбив. И нанесли технику. Сбив. И по восходящей наносится. В шею. Вверх. Все это нам переработать. Сочень. На взбив. Восходящий. Трехнули снизу вверх. Вот. Так же. Хайк. Техники наносятся. Сзади. Строгие боковые. И. Сзади. Это по затылку. Квартирнику встали в клинч. Обнялись. Голубь не сопустили. И по затылку нанесли удар. Или по задней поверхности шеи. Это Хайк. Опять же. Все уровни мы задействовали. Дальше. Какута. Великолепная техника. Ликокен. По другому называется. Наносится изо всех положений. По всем траекториям. Четко фронтальное положение. Муху. Блин. Вот. Прямо вперед. Рука в сторону смотрит, да? Прямо вперед. Рука смотрит вверх. Обычно бьется повыше. Вот сюда подключится. Причем бьется как с этой стороны. С одноименной. Так и разноименной. Навернулись в защиту. Нанесли удар. Бьется по восходящей. То есть, когда рука пальцами вниз смотрит. Сделали сбив. И нанесли удар в челюсть. Таким образом. Бьется вниз в пах. С обеих сторон. Бьются техники боковые. Со стороны. Ты стал под 45. И со стороны. По любой траектории. Может такое положение быть. Наот мышь вообще великолепно. Из геаку варианта наоборот, да? То есть, когда правая нога спереди бьем левую. То есть, только всегда меняем. И с положения сзади. Вообще великолепно проявляется. Строгий боковой. Все то же самое. Матрическую проработали место. Дальше. Значит, посмотрели. Хайто, Шуто, Тэцуй, Хайшу. Обратная поверхность ладон. Очень оно похоже на Кокэн. Но обладает несколько другими свойствами. Если в Кокэн вы бьете больше ударпространения, пробивной, он похож на удар молотком. Это удар Хайшу. Он больше напоминает технику, наверное, хлыста. Хотя вы бьете тоже с залипанием. В лицо такая пощечина. Она вырубает противника в нокаут сразу. Хотя внешне она пощечина напоминает. Хлыст. Кисть как бы расслабленная, но она линокимируется в самый последний момент. и идет туда с влипанием. Все-таки изрослаблены? Наносится по ребрам. В пах. Очень быстро. Отхлёст. Раз снизу. В пах. Противник сыграл таким образом. Распах. Кокэн как-то. Раз в пах. И это жирпает. Кокэн. Работать на улице просто безотказно. Если первому паховать. Та-там. Сразу же. Кокэн наклоняется и тут же налетает. На кокэн. Раз. Два. Вот. Вот она и работает. Снизу. Твой вариант. Прямо. Ну, гиаку вариант тоже самое. Абсолютно. Вот. Хидарим, ничи, стойку меняем. Сверху вниз. Уровень, может быть, выше. Да? Прямой. Сбоку. По разным уровням. Сзади. Это я про Кокэн уже говорил. То же самое касается Хайш. Вон. Хайш. Вперед. Всей кистью. Снизу. Прямо. Сбоку. Сзади. Чем хороша техника Хайш? Если у вас очень хорошо подготовлены руки. Хорошо набиты пальцы. Хайш это одна из немногих техник. На которые набиваются пальцы таким образом, чтобы делать удары хлестовые. Не тачковые, а хлестовые. Техники тем хороши удары пальцами. Так набиваются, что можно наносить хлестовые удары непосредственно пальцами. Я сам лично видел и сам лично знаю, как это делается. И сам так делать умею. Когда удар наносится не ладонью, а носится пальцами в хлыст. Возникает эффект, ну, прощи. Или кнута, хлыста. И удар наносится, когда уже не ладонью, не тыльной поясной ладонью, а пальцами непосредственно. По мышцам. До рубцов хлыст возникает. В лицо возникают прямо грубые рубцы черные на лице. Так перебиваются сухожилия, пальцы рук противника. И так как раз это мастера я видел. Я сам попробовал, у меня тоже получается. Правда, далеко не всегда. И не на всех бутылках отбиваются у бутылок горлышки. Шуто не получается отбить. Скорости не хватает. Может быть, бутылки другого качества. Не то, что там берут для томишеварь. А вот отбить горлышки пальцами, бутылка стоит, удар идет не шуто, а пальцами, а в хлыст. Как будто стряхиваете воду. И пальцами получается сбить. Для этого должны быть хорошо набиты пальцы, чтобы об бутылку не сломались ваши пальцы. Здесь как раз это в технике именно хайша тренируется. В технике хайша. Ваши пальцы набиваются. Поэтому бить надо не только вот этой частью, а всей поверхностью. То есть задействовать и пальцами бутылки. Обязательно. Это важно. Вот. Рассмотрели. Ну, в общем-то, есть масса других ударных поверхностей. Я только про раскрытую руку говорил. Можно бить, конечно. И всякие удары пальцами согнутыми. Хиракен. Ипонкен. Накадакокен. Это не рассматриваю. Но суть и дело это не меняет. Вы занимаете также разные положения и отрабатываете все эти техники из самых разных ситуаций. Это прежде всего позволяет вам, еще раз хочу, ну, резюмирую как бы, Снадобиться того, что из любого положения вы будете ставить на мишень свою руку правильно. То есть ударный поверхностей будете ставить очень правильно на мишень. И будете чувствовать приложение силы. А также попадание в эту ситуацию, когда вам надо из этого положения удар нанести, У вас будет выбор намного больше и будет автоматизм намного выше. Вы не будете гадать, что отсюда можно ударить только боковой, например, на кила. Нет, у вас будет выбор просто колоссальный. Вы сможете бить шуто, тейш, хайто, тейш, шуто, хайто, как футо. У вас будет очень-очень большой выбор. Вы все, что захотите. Это только из тех, что разобрали сейчас. Таким образом сможете бить тейш. Все, что хотите. Даже если вы поете сзади, все равно у вас будет очень большой выбор, что можно сделать. Вот. Это очень важно. А еще это важно тем, что это разнообразит вашу подготовку, вашу программу подготовки. У вас уже не будет абсолютно такого, что вы встали и в трех положениях только постояли, поработали. И так изо дня в день. Это грустно. Надо, чтобы было поинтереснее, да. Поэтому набивку можно сделать такой вот именно богатой, что она не наскучит. И можно будет заниматься очень даже здорово. Причем даже в одной тренировке вы можете набивать шуто. Не сто ударов, а это в одном положении. Если вы себе поставили задачу, то вы ударили шуто. И так, и геракуврира, и строгий боковой, и вниз побили, и сверху побили, и вперед побили, и в этом положении побили, и внуки. И все. В итоге по 10 ударов каждый сделали. Из разных положений. У вас набралась та же самая сотня. Причем из разных стой. Можно, наоборот, это не в одной тренировке делать. А каждый день просто работать в новом каком-то положении. Это тоже полезно. Но хочу пощеркнуть, что заниматься этим стоит все-таки не с самого начала, когда вы только начали подготовку на макеваре. А уже имея некий опыт работы в стандартных положениях. На фронтальном, на среднем уровне. Самый стандартный уровень. Да, в среднем уровне. И работа во фронт. Наши техники. И для боковых это положение об от 45 градусов. И когда в этом уже все хорошо получается, есть методика, есть навык, есть определенные подготовки. Вот тогда вы начинаете спектр делать более широким. И работать уже из самых разных положений. Ну, в общем-то, на этом все. Занимайтесь. И желаю вам успехов. Продолжение следует.